Лепенский вир, это один из крупнейших и наиболее важных археологических памятников между палеолитом и неолитом. Он расположен на правом берегу Дуная в ущелье Джердаб, известном как Железные ворота, на территории Сербии, граничащей с Румынией, в центральной части Балканского полуострова, и в 14 км вверх по течению от современного городка Дони и Милановоц, на высоте от 59 до 72 метров над уровнем моря. Раскопки на данной территории проводились с 1965 по 1970-е годы, до переноса перед затоплением территории, в связи с началом строительства ГЭС Джердаб-1. В процессе была исследована территория площадью 2400 квадратных метров, состоящая преимущественно из речных террас, сложенных из мелкослоистых речных песков и калювиальных отложений. Но результат оправдал все ожидания, открыв исследователям довольно крупное древнее поселение охотников-собирателей с уникальной археологической культурой, обнаруженной только на 20 участках, охватывающих около 150 км вдоль обоих берегов Дуная. Область образует особую микрозону с четырьмя ущельями и тремя речными долинами, характеризующимися сложной геологической историей. В этих местах Дунай прорезает южный рукав Карпатских гор. А избирательная эрозия подстилающих пород создавала в былые времена неровности в русле реки, с водоворотами, омутами и хорошими участками для ловли рыбы, которые и использовали люди на Дунае, минимум с начала Голоцена. Потому как неровности русла реки способствовали промыслу осетровых, в частности стерляди и белуги, кости которых были обнаружены в мезолитических и неолитических отложениях нескольких участков в этом регионе. Все эти аспекты местной экологии способствовали длительной адаптации охотников и собирателей начиная с эпипалеолита, приуроченному к теплому Берлин-Халеретскому межсезонью, как и в пещерах Куина-Туркулуй и Клементе-2. А некоторые места под открытым небом, включая Липенский вир, люди начали занимать еще с начала Голоцена около 11600 лет назад. Но участок Липенский вир выделяется на фоне других по ряду отличительных черт. Первое. Около семидесяти обнаруженных трапециевидных строений, схожих с палатками, были оснащены тщательно оформленными полами из красноватой известняковой глины и прямоугольными каменными очагами по центру. Самые ранние постройки вероятно были сезонными и могли использоваться в ритуальных целях до тех пор, пока в них не решили жить постоянно. Сооружения располагались веером на склоне речной террасы, а некоторые были слегка вкопаны в грунт с тыльной узкой стороны основания трапеции. Одна из острых сторон здания располагалась с подветренной стороны. Более широкая сторона, служившая входом, была обращена к реке, которая являлась важным источником ресурсов для жителей поселения. Но на противоположном берегу также расположена и скала Тресковец, как раз по форме напоминающая трапецию, не путать с одноимённой горой. Возможно, что скала служила своеобразным символом и имела культовое значение, а также участвовала в летоисчислении, потому как расчёты показали, что между 20 апреля и 1 мая в посёлке мог наблюдаться гелиотический восход солнца после появления над скалой звёздного скопления Плеяды в лучах утреннего солнца, что у многих более поздних североевропейских народов было началом года. Поэтому некоторые исследователи допускают, что Липенский Вир был древнейшей природной обсерваторией. Примечательно и то, что такая форма домов больше нигде не встречалась. Также в первых домах были и святилища, занимающие четверть площади жилища, в которых появляются новые элементы, такие как треугольники с удлинёнными концами из красной каменной плитки, наклонённой в пол с очагом. Но к более поздним периодам количество святилищ уменьшается, что возможно связано с началом более централизованных коллективных обрядов в одном месте. Вторая. Многие из жилых объектов поселения в конце их использования были превращены в гробницы и были связаны с захоронениями людей, некоторые из которых сопровождались головами и костями животных, рогами оленей, а также расчленёнными человеческими останками в частичных захоронениях. Также в семнадцати зданиях были обнаружены погребения сорока новорожденных. Интересно и то, что в частичных захоронениях все отдельно захороненные черепа мужские, а нижние челюсти женские. А некоторые положения скелетов под полами зданий напоминали позы рожениц, причём независимо от пола захороненных. Но самой известной чертой являются скульптуры Лепенский Вира, найденные внутри и снаружи жилищ. Они были выполнены из песчаника разных размеров, в зависимости от размера строений. Самые большие из скульптур весили более 50 кг и были доставлены сюда из верховья реки Бальятин притока Дуная, примерно в 10 км от поселения. На археологическом участке было раскопано по меньшей мере 94 объекта, которые можно рассматривать как художественные работы. Они включали в себя песчаные валуны, украшенные геометрическими рисунками, а иногда и изображениями гибридных лиц наполовину рыб, а наполовину людей. Вероятно, они символизировали божество реки, своего рода рыбного духа. Также встречались анатомические изображения тел рыб и валуны, украшенные геометрическими рисунками. А также были камни без рисунков, так называемые, а не конические, но расположенные в том же контексте, что и орнаментированные валуны, которые, вероятно, тоже имели символическое значение. Находки были описаны довольно хорошо, однако датировки и стратеграфия вызывают споры, потому как в 60-х годах прошлого века оборудование и методы были менее точными. После раскопок Лепенский Вир был перенесён на более высокую точку от первоначального места, которое теперь находится под водой на глубине 12 метров, поэтому датировки пришлось уточнять по перемещенным артефактам. Хотя даже авторы первоначальных раскопок после затопления считали, что ещё многое можно было раскопать, но электростанция была нужней. В новой работе исследователи уточнили датировки благодаря использованию современных и улучшенных методик, в частности акселераторной масс-спектрометрии. В результате с вероятностью 95% участок Лепенский Вир был занят с начала Голоцена 11900–11200 лет назад. Ранние и средние мезолитические фазы прото-Лепенский Вир могли быть прерывистыми. Находки из этих фаз не перекрывали друг друга стратеграфически. А окончание раннего периода датировано 9380–8860 лет назад, что соответствует дате начала позднего мезолита. Ранняя фаза не перекрывала фазу перехода от мезолита к неолиту с трапециевидными зданиями и валунами . Возможно, что между этими фазами произошёл перерыв в течение как минимум 700 лет. Фазовый переход 1-2 наиболее заметно представлен на участке, с увеличением трапециевидных зданий и распространением каменных произведений искусства. Но эта фаза была относительно короткой, в интервале от 8170–8070 до 8010–7940 лет назад. Продолжительность фазы оценивается от 80 до 210 лет. Следующая фаза 3 раннего неолита, начавшаяся около 7990–7900 лет назад, заметно пересекается с предыдущими фазами и заканчивается 7900–7660 лет назад. Хронологическое моделирование в новом исследовании позволяет лучше понять механизмы, связанные с переходом к земледелию и новому образу жизни в этом ключевом регионе Юго-Восточной Европы. Потому как на данный момент не обнаружено других участков, которые сохранили бы подобное богатство археологических данных для переходной фазы между мезолитом и неолитом, невзирая на затопление участка. Фаза 1-2 даёт редкую возможность наблюдать за темпами влияния неолитических групп, распространявшихся с юго-востока на местное население охотников-собирателей и их культуру. Также была пересмотрена хронология и стратеграфия участка Лепенский вир, предложенная первыми участниками раскопок. Помимо этого, исследователи считают маловероятным, что участок Лепенский вир был заселён во время позднего мезолита, хотя полностью не исключают такой возможности, потому как в отличие от древних охотников и собирателей, у них не настолько была налажена связь с рыбами, чтобы это проверить. Однако после первоначального заселения и длительного перерыва в 7 веков, интенсивность строительства на участке возобновляется, как раз в то время, когда в прилегающих районах Балкан уже вовсю хозяйничали ранние неолитические группы фермеров. Поэтому в новой работе учёные утверждают, что именно контакт и обмен между ранними неолитическими фермерами и охотниками-собирателями Дунайского ущелья, в которых участвовали как материальные блага, так и женщины с обоюдной дружбой и организмами, вызвали всплеск культурного и символического творчества у древних охотников-собирателей Лепенский вира с элементами восточных практик в некоторых погребениях. А также в этот период на более старых участках велось интенсивное строительство трапециевидных зданий с твёрдыми красноватыми полами всего за пару поколений, что сопровождалось и увеличением количества каменных произведений искусства во время фазы 1-2, аналогов которому ранее в мезолите не встречалось. Стиль этих работ, вероятно, представлял собой воплощение в жизнь мифов, символизма и верований коренных охотников-собирателей. Хотя исследователи отмечают, что подобные декоративные элементы ранее могли наноситься на более скоропортящиеся материалы, такие как дерево или кожа, а некоторые исследователи даже пытались отличать скульптуры, выполненные женщинами и мужчинами. Также учёные отмечают, что около 8200 лет назад повторное заселение участка совпало с ухудшением климата, но подтверждение этих данных требует дополнительных исследований на большей площади Европы. Более ранние геномные исследования, опубликованные в феврале 2018 года, в которых участвовали и представители Липенский Вира, подтверждают связь европейских охотников и собирателей с ранними фермерами, потому как двое его представителей возрастом 8200 и 7600 лет несли в себе родословную из неолита северо-запада Анатолии. А данные изотопов стронция и азота указывают на то, что эти люди были мигрантами из-за пределов региона железных ворот, которые раньше не питались рыбой. Ещё один представитель возрастом 8070 лет представлял собой уже смесь анатолийцев и охотников-собирателей, который питался рыбой из Дуная. Четвёртый участник исследования, более ранний индивид, имел родословную полностью связанную с местными охотниками и собирателями. Все эти результаты дают археологические, стратеграфические и генетические подтверждения того, что район железных ворот был местом взаимодействия между группами, различающимися как по происхождению, так и по образу жизни. Ещё задолго до новых миграций, но уже кочевников из Евразийской степи, связанных с ямной культурой, что в конечном итоге и сформировало основной генетический состав древних европейцев. Субтитры создавал DimaTorzok